Добрый вечер дорогие веб зрители. Те кто за мной смотрит постоянно, следит за новыми обновлениями моего видео контента, тот обратил внимание, что меня беспокоит и интересует прежде всего развитие, полнокровное развитие моей Родины Украины. Мне приятно, что уже существуют люди, которые выезжают регулярно на отдых за границу. Так же, как и неприятно, что приехать в Крым, это поехать на озарение. Что бы мы ни делали, наш Крым все-таки дороже, чем отдых в Турции, в Алании, чем отдых в Тунисе, чем отдых в Египте, в Израиле. Почему так происходит, трудно объяснить, почему тарелка соевой лапши с креветками где-нибудь в Паттайе стоит те же, условно говоря, 20 гривен, вполне допустимая для Киева, для ресторана общественного питания, 80 бат. Почему в этой тарелке лапши соевой с креветками и молодой капустой можно наесться на Али? Почему мы приобилить такой гастрономии, которую преподнесла миру Украина, все еще не можем нормально чувствовать себя в ресторанах общественного питания? Да, сейчас стали делать вкуснее и многообразнее пищу, чем, скажем, во времена Советского Союза, но в общественном питании все та же неразбериха, все тоже быстрое привыкание бренда к тому, что он должен опуститься на задние подкорки, всевдостоличные, киевские. Я в связи с этим вспоминаю, в 2004 году, накануне оранжевой революции, мы с женой просто для себя, для каких-то там амбиций поехали в Западную Украину. И во Львове остановились в одной из прекрасных недорогих в то время гостиниц, по-моему, Украина. Дело даже не в этом. Дело в том, что мы пришли где-то в центральном районе города поесть завтрак в той же гостинице. И нам привезли омлет и огромную куриную ножку, которую можно было лошадь убить. Каждому такой омлет с курицей стоил 5 гривен. Супчик там стоил вообще смешные деньги. Это был не областной, по пониманиям украинцев, город, а региональный, крупнейший город Украины. Еда там стоила копейки. Вкусная еда была до безобразия. За все эти годы все наши факиры, все наши фокусники, все наши бывшие и будущие рестораторы в Киевске так и не научились готовить ни как в Паттайе, ни тем более как во Львове. Это приходится констатировать, это печалит и смотреть Киев сквозь решету тех блинчиков, которые подают в центральных кафе за 18-12 гривен. Просто предоставительный приступок. В Дарницком районе, в станции метро Дарниц, в парке Победы, в детских универсалчиках, которые построили безбрежно много, в районе высадки людей в детском мире, по 5 гривен можно купить 2 блинчика с медом. Тем не менее, преступность нашего Горсовета состоит в том, что он допускает, что один блинчик без тякой приправы напротив одного из действительно рабочих офисов всех украинских журналистов стоит 18 гривен. И это считается естественным. Я имею особенность, что, как и все нормальные, давно живущие в Киеве, мобильные люди, собираю всяческие флэйера. Вот в один кофейный сервис у меня были флэйера, в одно такое кафе, где можно заказать вместо двух чашек кофе, капучино, вместо одной кофе, капучино, две, и заплатить за это, извините, почти 30 гривен. То ли 26, то ли 36, как почешется голова у того, кто вам назначит цену. Я зашел в Дарницкое кафе в детском мире и смотрю, что местные грузчики, местные продавщицы подбегают и говорят не странные, не какие-то не американо, не тем более какое-то там еще более женское и совершенно миниатюрное кофе, а просят что-то среднее между одним и вторым. Мне говорят, кофе по-киевски. Ну не привыкли киевляне к идиотскому вашему, американо-бливотно-солдатскому. Не привыкли они, что надо за чашечку кофе с размером зернышко платить 30 гривен. Киевляне привык к киевской чашке кофе. Киевская чашка кофе. Как раз и есть нечто среднее между маленькой женской и большой армейской полупустой чашкой кофе. Этой чашкой кофе мы перебивались в Советском Союзе. Мы вышли все из той чашки кофе, которую готовят сегодня в Таркетском университете. Детский мир. А вы теперь спросите, сколько там чашка кофе такая стоит? 5,90. Какая же американская сволота назначила нам цены в центре города по 36 гривен за чашечку кофе? Какой сволочи эту чашечку кофе вылит на голову? Ответа нет. Так вот, для эксперимента две чашечки кофе по флайеру и две порции блинчиков по одному обошлись нам, нормальным киевским трептуалам, которые просто решили соразмерить левый и правый берег в 82 гривни. Такого надругательства, такого сволоча крещатинского я не видал ни в какие времена. Сегодня он показывает, как директора универмага, гостронома Елисеевского в Москве, 60-летнего мужчину, ветерана войны Соколома и Соколовского, расстреляли в Советском Союзе в 1984 году. Сегодня расстреливать некого. Есть оператор кафейной промышленности. Надо сказать, что он даже не наш, не украинский, который сшибает деньги, которые он считает, что в Киеве есть. А я считаю, что совести у оператора нет. Называть его не намерен, но я вам назвал цифру. 82 гривни. Это блинчики без всяких подлин для мужчины и блинчик один же с какой-то там приморочкой для женщин. Я задался целью посмотреть, а во что выйдет мне такое же меню на левом берегу в том же детском мире. Порция из двух блинчиков с медом 5 гривен. Порция из двух блинчиков шоколада 5 гривен. Две чашки кофе по-киевски 12 гривен. Условно говоря, чтобы копить я бросить. 22 гривны и 81 гривен. 22 гривны и 82 гривны в районе Гроссовета. В районе той власти, которую мы в очередной раз будем избирать на свою голову. Когда Киев стихнет в себя вот этот сон, сон безумия 90-х. Когда Киев снова возрастит в себе право называться Киевской столицей. Украиной, украинской столицей. Киева, украинской столицей сердец. Вы знаете, как интеллектуалы в советское время себя чувствовали? Что надо было интеллектуальной публике? Журналистам, писателям, художникам? Да очень немного. Совершенно немного. Брали кофе с коньяком. Это считался шик. Да недавно в украинском доме подавалось это удовольствие. И стоило оно вполне допустимо. Лилось порядка 25 грамм коньяка. Тот же кофе. И стоило это, вот поверьте мне, еще года два назад 11,50-12 гривен. Кофе с коньяком. Рядом рыбла на суррогатном молоке, на суррогатном кофе. Контора за чашку кофе по 36 гривен. Везде по Киеву валяются флэера, заходи, бери этот же кофе и за 36 гривен две чашки. Я не хочу, честно говоря, напоминать людям, которые хотят нам сделать хорошо, что за 36 гривен можно попить шесть чашечек кофе по-киевски. Шесть. Я не хочу говорить, что это будет прекрасный кофе. Я не хочу говорить, что это будет совершенно не такой глювотный кофе, который мы пьем возле Куниан. Я просто хочу сказать людям, которые считают, что глаз у Бога нет, и Он забыл свой вечный великий город, один из длиннейших городов Земли Духовной. Я думаю, они ошибаются. Я думаю, мы должны всем миром ополчиться на них. Я думаю, должна возвратиться культура именно киевских булочек. Она была потрясающей. Она подавалась кофе. А если уж блинчики, так действительно два блинчика за 5 гривен. А уж если это крищатик, так действительно один блинчик, но за 5 же гривен. Стояла недавно очень теплая погода в Киеве, и старые киевляне из акционных, из людей, которые работают в институте философии, просто вспоминали, что в пору, когда они были студентами, в районе Майдана, в том самом месте, скорее чуть ближе к украинскому дому, там, где сейчас, собственно, и находится агентство Униан, стоял павильончик, газированные воды и пирожки. Ой, так ты вспомнил. Да, вспомнил, дорогие товарищи. Потому что кушали там киевские студенты. Газированная вода 3 копейки, пирожок 4. А кроме этого, в районе Крищатика, где был потом центральный гастроном, было кафе, в котором продавались бублики по 5 копеек и горячее молоко по 5 копеек. Да, был почти военный коммунизм, в городе практически были пустые бреволавки, пустыми были и души людей, но не отрывались на той части интеллектуальной публики люди, которые понимали, что все, что есть у этого народа, это будущие интеллектуалы, интеллигенты. Им позволительно было зайти попить горячее молоко за 5 копеек и на 5 копеек купить бублик. Я не хочу говорить о ценах сегодня на эти публики. Ну, условно говоря, начинается не от 3 и кончается 5 гривен. Но если бы в горсовете было принято решение, что ни одно булочное изделие не может быть дороже хлебобулочной 5 гривен кафе, то, наверное, бы все те, кто сегодня пытается продавать, запасла в словные цены, какие-то новоявленные виденские ковришки, прочую муть собачью, пересушенную, давящую на желудки. И если те люди, которые продают сегодня кофе, а мы кофеманы с женой, совершенно отвратного качества и требуют за него достаточно неприличную цену, то, надо сказать, в этом городе никогда не будет уважения к собственному городу. Я когда-то читал культуру кофемайнов в Израиле. Выступали люди, которые в те времена, когда были 90-е, трудные у нас годы, мы очень мало все получали, кто работал учителями, журналистами. Тем не менее, я читал о ценных, которые тогда уже существовали в Израиле, на чашечку кофе. И я столкнулся с тем, что чашечка кофе в Израиле стоит 1-2 и высших сортов 4 доллара. 4 доллара – это высшего сорта кофе в совершенно пристойном заведении, а не заведении с поломанным туалетом. И это Израиль, где люди получают зарплаты совершенно другого размера. Я сталкивался с промоутерами, которые представляют на украинском туристическом рынке турецкий туризм. Туда очень часто бывает, посылают наших соотечественников обстоятельства. Деньги не самые громкие, но достаточно презентабельные курорты. Не самое ласковое, но теплое море. Там первый день могут так волны ударить, что в себя и кашкитик слетит, и косыночка. Все я видел на этом море. Вот последнее влияние. Первое, что отменены всяческие территориальные захваты пляжей. Броди хоть километры пути по пляжу. Теперь это единый пляж для всего отдыхающего народа. И второе, что очень приятно, когда выступали вот эти турецкие коллеги, занятые туристическим бизнесом. Они сказали, что у них в министерстве туризма практически нормируется и принимается решение по каждой из позиций, которые являются для стороны туристической. И вот на уровне страны, на уровне министерства решается, где кофе стоит 4 доллара, 32 гривны, где стоит 2 доллара, по уровню благосостояния своего населения и по уровню благосостояния туриста, зарубежного туриста за чашечку кофе. И это настоящий турецкий кофе. Это та легенда, о которой представили и Паустовский, и масса других русских писателей, которые были в восторге от самой культуры кофеварения. Это не те автоматические и полуавтоматические кофеварки, в которых, ну не знаю, совесть не ночевала. Не потому, что итальянцы плохо их придумали, потому что мы хорошо приловчились их использовать. Не докладывая туда кофе, воевать с каждым отдельным барменом ты бы не стал. Но если бы существовали какие-то четко определенные потолки кофейной продукции, меньше бы, извините за русское слово, с польским корнем, который в Украине прижилось, в Киеве, меньше бы жло кто-либо пиво на центральных улицах древнего города. Понимаете, культура кофейная, она определяла тот мир, в котором жили все мы, киевляне. Обязательно в наших кафе, киевских кафе, продавались праские пирожные. Праские, то есть шоколадным верхом, достаточно приятно сделаны. Обязательно продавались эклеры. Всегда говорили, что центр знаменит эркерами, башенками на польских зданиях. И эклеры. Эклеров нет, праских пирожных нет. Блины загнали до уровня космического корабля. Всех это устраивает. Старый киевлян это не устраивает. Это надругательство, над традициями города. Киевские булочки с шоколадом и маком, пропитанные особым сахарным сиропом, вызывали такое благоволение, что за ними ездили из других городов Украины и Советского Союза. Сегодня этих булочек тоже нет. Есть элементарное, линейное, ленивое жлобство. Жлобство, которое имеет название 5-6 операторов кофейных. Жлобство, в котором нет души, нет настроения. Есть какие-то дикие, непонятные нам вина. То ли грузинские, но не до конца грузинские, цены у них космические. То ли французские, уж простите, как это в кафе, который для паралитарских масс интеллектуалов, нужны там французские эти, грузинские вина, когда у нас есть свой прекрасный, вполне ординарный коньяк, как закарпатский, так и крымский. У нас огромное количество ликеров было в свое время, нормальных ликеров. Женщины брали кофе с ликером, женщины брали кофе с молоком, с нормальной таблетки, а не того, что вам наливают, непонятно из чего сделано, после которого желудок выворачивает мозгами вперед. Уж действительно лучше выпить тогда бутылку пыли. Я рассуждаю об этом потому, что мне жалко мой город, мне жалко убитый нелюдями город, которые решили, что есть какие-то мировые сервисы, что их достаточно приписать, дать им киевскую прописку, и дело пойдет. Пойдет уже потому, что во всем мире все операторы продовольственного толка всегда сразмеряют цены с возможными потолками зарплат. Я наблюдал это в Таиланде, я соразмеривал цены, которые там выставляет Макдональдс, ну, во-первых, цены процентов на 20 ниже, чем в Украине, ну, а ведь там в туристах и немцы, и англичане, а во-вторых, ассортимент. Ну, уж простите, ассортиментом раза 4 больше, чем в Киевике. Такое впечатление, что кому-то очень удобно держать вот этот сектор в таком поддернутом состоянии, чтобы сейчас же, завтра, по одному только оклику, какого-то охламона сверху, свернуть и все эти кофейные операторы, и все эти быстро хиреющие по таким ценам, с таким неуважением киевлянам кофейни, и превратить их в очередные, завтропезные, забулдыжные гендери. И, вы знаете, превратят. Один-два пара поворота, недокультура, которая превратилась в нормальное явление для Киева, недокультура кофейная, ведет туда, откуда мы пришли. Ведет в 90-е, ведет в 80-е, ведет в то время, из которого нам никогда не выбраться. Если мы не начнем уважать себя, свой интеллект, свою столицу сердца, свое право быть в этой столице, сердце, востребованное клиентом. Потому что для того, чтобы стать клиентом этой столицы, мы ей дали свою душу, мы ей дали свой труд, и мы хотим взаимно надеяться, что и столица даст нам некий уют, некое тепло, некое понимание того, что нас еще не сделал этот мир миллиардерным. Мир вашему дому. Аштейн, Амда, Вэлт. Да хранит вас всему личному. Аштейн